Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум. Площадка от МТС. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео Ютуб не пропускает, поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходьте на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом данного видеоматериала я бы хотел привлечь, так скажем, ваше внимание к тому, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный конкурс на вот такой вот глочок из игры Counter-Strike 2, КС-2, да, Глок-18, оружие, пистолет из Counter-Strike, скин Блок-18. Собственно, условия довольно-таки простые, народу участвует довольно-таки мало, у вас шансы выиграть очень большие, поэтому, если интересно, залетайте, участвуйте. Ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Всем желаю удачи и приятного просмотра. И в группе ВКонтакте у нас конкурсы проходят регулярно, часто, 99% случаев даю. Процент, так скажем. Все, еще раз пожелаю всем удачи, до скорых встреч, приятного просмотра. Лучший дешевый бут с CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube-канал или же на мой Twitch-канал. В этом видеоролике я хочу сделать сравнение двух вот таких вот энергетиков. Блин, я опять забыл, а. В общем-то, без разницы. Сделаем обзорчик на... Обзорчик, говорю, сравнение вот таких вот энергетиков. Один из них, я думаю, вы прекрасно знаете, этот бренд. Бренд Gorilla. С ними еще коллаборировал Хабиб Нурмагомедов. Собственно, это у нас Gorilla по вкусам Баблгама. Куц у нас жевательные резинки. И вот что я забыл. Энергетик не содержит сахара. Блин, я вот забыл. Я давно, очень-очень давно делал сравнение, делал обзоры на эту гориллу. Но вот спустя там уже, наверное, полгода где-то прошло, я вот решил купить и забыл про это. Ну и, собственно, недавно я для себя открыл вот такой вот новый бренд. Его начали завозить магазины. Ближайшие мои. Solar Energy. Он тоже у нас с обкусом Баблгама. Поэтому, собственно, решил его тоже приобрести и сделать сравнение двух энергетиков. Так, оба энергетики холодные. Ледяные, я бы даже сказал. Леденющие. Так, по стоимости они, в принципе, плюс-минус одинаково стоят. Здесь, в принципе, ничего уйдительного нету. По 80-90 рублей, где такой ценовой диапазон, покупал оба эти энергетика в магазине без названия. В прямом смысле, у энергетиков названия... Ой, у магазинов... У магазина названия нету. Собственно, давайте переходить к обзору. Давайте, наверное, начнем с гориллы. Ну да, тут как ни крути, все равно чувствуется сладость энергетика. Есть ощущение, что сахара не хватает. Но, так или иначе, энергетик сладкий. Оба энергетика у нас 450 миллилитров. А, извиняюсь, 0.43 литра. Я забыл то, что эти энергетики 0.43. Ой, тихо, тихо, тихо. Чуть не уронил. Оба энергетика красочные такие прям. По дизайну похожи. Но, все-таки, баблгам как-никак. Не, по вкусу тут 100% не похоже. Есть некоторые сходства. Но в горилле такой вкус жвачки больше такой, знаете, с мятой какой-то. Ой, я понял. Я понял, из-за чего я кашлял очень часто после этого энергетика. Оказывается, реально мята, походу, смешана. У меня мята, оно... Ну, и кто мяту пробовал, то пил, там, ел. Тот знает. Или, там, жвачку жевал. Мята, она, горло схватывает и начинает, грубо говоря, скажем так, замораживать его. А у меня от этого небольшое воспаление идет и начинает... Начинается кашель. Поэтому тут доказательство налицо, что вкус реально мятный. Но, благодаря этому вкус, на самом деле, прикольный. Блин. Бэпка. Блин, а, Баблгам вкусный очень. Вкус энергетиков. У Солар Энерджи, в принципе, такой обычный вкус Баблгама. Дефолтненький. Без всяких, там, привкусов. Без всяких, там, дополнительных вкусов, скажем так. Как это, например, в Горилле с мятой сделано. С ментолом, с мятой. То есть, в Солар Энерджи просто обычный Баблгам вкус. С сахаром. Чувствуется сахар, чувствуется сладкость. Блин, вкусно. Мне нравится. В плане газированности, в принципе, газированности просто ноль. И в том, и в том энергетике. Так, про Гориллу хотел сказать про сахар. Не, в Горилле есть такое ощущение, что сахара мало. То есть, мы-то с вами понимаем, что в ней сахара вообще нету. Но мозг это воспринимает, что сахара мало. Поэтому здесь однозначно чувствуется разница в сахаре. Разница, я бы даже сказал, в сладкости. То есть, Горилла из-за этого менее слаще. Так, по цвету. Но оба энергетика все равно вкусные. Горилла. Цвет. По цвету похоже, в принципе. Горилла как будто более... Чуть розоватее, так сказать. Чуть розовый оттенок. Больше розового оттенка. Так. Ну, конечно, тут сахар 11 граммов на 100 мл напитка. В принципе, сахар сравнивать не будем. В Горилле сахара нету. Кофеин 30 мг на 100 мл напитка. Это средний показатель среди энергетиков. Дефолтный, да? Обычный. Таурин 40 мг на 100 мл напитка. Это низкий показатель среди энергетиков. Таурина. Так. Ну да, сахара здесь нету. Кофеин также 30 мг. Так. У них тут, в принципе, написано все... А, ну у них 30-30, я понял. У них тут просто табличка есть. И там написано, сколько в общей сумме таурина кофеина у них. То есть, по 135 мг в общем в банке. И кофеина, и таурина. То есть, получается 30 таурина, 30 кофеина. То есть, получается, по кофеину они... А, подожди. Это же 450 мл банка. А это 0,43 литров банка. А это 0,45 литров. То есть, кофеин у них 30-30, но здесь объем чуть побольше, поэтому кофеина побольше. Но тут таурина получается больше, да. Здесь 40 мг на 100 мл напитка. Здесь 30. Опять же, объем, я думаю, все равно... Учитывая даже объем, горилла по таурину догнать не сможет. Чуть они приблизятся, но не особо близко, так скажем. В принципе, оба энергетики очень вкусные. Мне однозначно они оба понравились. На этом, в принципе, все. Более детальные обзоры есть у меня на канале, если что, кому интересно, смотрите. Особенно на моем Дзен-канале. Ролики там выходят намного быстрее. Ссылка есть в описании под этим роликом. На мой Дзен-канал. Обязательно логиньтесь через ВК или Яндекс на Дзен. И смотрите мои ролики там. Там ролики выходят намного быстрее, чем на Ютубе. Есть ролики, которые на Ютубе еще не вышли, но на Дзене уже давно они есть. Ролики выходят намного в лучшем качестве. Есть удобные плейлисты на Дзене. Удобные подборки. Поэтому залетайте. Обязательно логиньтесь. Очень сильно. Так меня поддержите. Заранее спасибо. Ну и заканчиваем этот ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok